Всем привет! С вами Джон Кобра! И в сегодняшнем ролике у нас будет обзор полицейского геймпаса за 450 робуксов Cardinalship Typhoon. Данный геймпасик добавляют в игру вот такой вот полицейский Мерседес и Авинтадор. Вот такой вот прикольненький, классненький, который тоже очень-очень быстро катается. Конечно же, сам Джон Кобра этот геймпас не покупал, потому что оно считает, что как-то тратить сейчас, особенно с нынешним курсом долларов, 400 рублей на геймпасик. Это очень много, да и к тому же в геймпасик добавляют всего лишь две машины. Вот такой вот Авинтадор и Мерседесик. И в принципе, так-то если посмотреть, полицейские машины, конечно, крутые и выглядят они даже по внешне очень-очень здоровскими. Но, к сожалению, догнать какую-то быструю машину они не способны. Хотя бы если бы добавили какую-то, я думаю, полицейскую Бугатти, либо бы полицейский геймпас позволял ставить вот такие вот мигалки на все машины, хотя бы на парочку быстрых, то было бы прикольно. А так, как по мне, получается немного не очень, но, как по мне, геймпас, по большей части, этот на любителя. И если вам нравятся вот такие крутые полицейские машины, то обязательно его берите. Но Джон Кобра, думаю, что ему и доджика вот такого прикольненького достаточно. Но теперь давайте перейдем непосредственно, непосредственно к тест-драйву этих машин. Нам сегодня предстоит узнать, что же они из себя представляют и стоит ли, в принципе, вообще покупать этот геймпас. Мне что-то подсказывает, что эти машины должны очень чем быстро разгоняться. Разгоняться намного быстрее, чем обычные машины. Ну что, это важно для полицейских машин, чтобы можно было быстро догнать какого-то человека, перегнать его и что-то в этом роде сделать. Так, ну что же, сейчас-сейчас-сейчас подождем, подождем, когда у нас начнется гоночка. Я, кстати, искренне надеюсь, что меня закинет на нее. Я, конечно же, надеюсь, а то вот иногда они закидывают на чужих машин. Нет, все нормально, значит, я где-то с чем-то перепутал. Давайте еще включим сигналку. Смотрите, против нас сейчас здесь очень крутые машины. Посмотрим, будем ли мы их обгонять. Но что-то, знаете, как-то не очень мы их обгоняем. Вообще не очень. Хотя это первая машина, это первая машина. Мы приехали сзади секунд. Это реально достаточно грустненько, грустненько, грустненько. Но, в принципе, тут ничего не поделаешь. Это первая машина. Вообще, вот этот мерседесик, он, в принципе, немного не очень. Вторая машина, вторая машина, авиантадорик. Он, по идее, получше. И он и в гоночках обычно должен быть намного эффективнее. Что ж, давайте сейчас проверим, насколько он эффективен. Да, кстати, сам, как я уже говорил раньше, геймпасик этот не покупал. Поэтому вот этот добрый человек, мистер Патегис, сегодня мне помогает снимать вот этот вот роличек. Ну, все. Сейчас, через 10 секунд, у нас начнется вторая драгоночка, на которой мы посмотрим, что же из себя представляет вторая машина. Способна ли она обогнать какие-то крутые тачки? Нет, 300+, оставьте, оставьте, оставьте. Потому что очень интересно посмотреть, сможем ли мы его хотя бы чуть-чуть догнать. Ну, что же, смотрим, смотрим, смотрим. Нет, вообще, нифига, нифига, нас реально, нас даже, нас даже Бугатти Дива обогоняет, нас Дива обогоняет, и до 9,8. Нет, да, даже Дива нас обогнала. Нет, ну, 9,8 это не самый хороший результат, этого я бы сказал даже очень-очень-очень грустненько. Толком никакие крутые машины не догонишь. Конечно, какие-то машины, которые медленнее возможно догнать, еще можно. Ну, а дальше, 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 это уже будет очень тяжело. Знаете, я подумал и решил, что делать дальше тест-драйв Мерседеса немного бессмысленно. Потому что он во всех смыслах хуже, чем Авинтадор. Поэтому далее, чтобы сэкономить время ролика, мы будем кататься именно на Авинтадорах. И посмотрим, что он из себя представляет. Но смотрите, даже если вот так вот смотреть, мы даже что-то пытаемся на равный конкурировать с быстрыми тачками. Я так понял, эта машина почти постоянно едет на своей максимальной скорости, 354 км в час. И это, в принципе, не сказать, что-то настолько плохо, насколько возможно. Мы даже обгоняем какие-то другие машины, которые медленнее нас. Это делает эту машину не самой плохой. Не самый плохой. И она даже может нормально проехать за... Нет. Думаю, все-таки за 50 секунд примерно проедет эта машина. Может быть, даже 52. Так, сейчас смотрим, смотрим, смотрим. И мы проезжаем за 53 секунды. Эх, грустненько, грустненько. В принципе, время, я бы не сказал, что плохое. Мы даже смогли обогнать Пагани. Но все-таки немного не очень. Бугатти 300+, мы, понятное дело, не догнали. Аж на целых 10 секунд они нас перегнали. И это реально грустненько. Ну что же, теперь давайте отправимся на трек. Посмотрим, что же там из себя представляет вот эта машина. Но вот даже сейчас, уже смотря на все это, я могу сделать выводы, что машина так-то неплохая. Ей бы еще плюс каких-нибудь там 50 км в час. И вообще была бы конфетка. Но атака, 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 самые крутые машины в игре до нее, конечно же, не досягаем. И, понятно, их догнать эта машина не может. Но тоже, кстати, показывает достаточно неплохие результаты. Возможно, у нее хорошая управляемость. Поэтому сейчас здесь голосуем за один круг. И, возможно, тут эта машина покажет хорошие результаты. А может и не покажет. Здесь как повезет, здесь как повезет. В принципе, у этой машины вроде хорошая управляемость. Вроде управляемость у нее реально хорошая. Поэтому я ставлю на нее надежды Причем очень-очень большие Мне кажется, что она должна не подвести Но 8.8 управляемость, конечно, хорошая управляемость Неплохая, но и не идеальна У болидика так будет получаться получше Посмотрим, за сколько эта машина пройдет Ох, я искренне надеюсь, что она сможет обогнать вот эти все машины, которые тут есть Тогда это будет победа для этой тачки А если нет, то будет реально грустненько Но нет, смотрите, все-таки нас догонят Нас догонят Ну, машина нормально ходит в повороты Хотя, 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 средненько, средненько Нормально, но не идеально У нас, смотрите, 300 плюс обгоняет Да-да-да, обгоняет Сейчас посмотрим, за сколько в общей сложности мы проедем Я, конечно же, надеюсь, что это будет быстрее, чем 30 секунд Хотя, скорее всего, нет Где-то примерно столько и получится Так-так-так-так-так-так-так Ну что же, приезжаем первыми Да, смотрите, мы проехали за 29 секунд Не, в принципе, достаточно хороший результат Мы даже смогли обогнать другие классные тачки Но, по большей части, из-за их ошибок, которые они делали Так, в принципе, машина управляется достаточно неплохо Я бы сказал, даже очень-очень хорошо И это определенный казачок Ну что же, давайте теперь подведем итоги сегодняшнего ролика Геймпас за 450 рублей Как по мне, не стоит своих денег То есть, это получается примерно 300-400 рублей Ко мне, это слишком много для такого геймпаса Потому что единственное, что он дает Это две машины, которые не являются самыми крутыми в игре Единственное, что их отличает от обычных автомобилей Это вот такая вот мигалочка Ну, собственно говоря, и все Также эти машины, в принципе, не являются прям какими-то топовыми тачками Для того, чтобы таранить и блокировать других машин Потому что, ну, вы посмотрите на это Вот это вот чудо, оно не способно никого протаранить А, 450 рублей, ну да, спасибо Это чудо не способно никого, абсолютно никого таранить Говорят, что Мерседеса в этом плане лучше Но у него нет скорости Понимаете, вы покупаете геймпас И вы никого не можете остановить Потому что либо люди слишком быстрые Либо, это самое, ты никого не можешь остановить Потому что тебя все останавливают И это реально грустненько Поэтому единственное, для чего может подойти эта машина Как по мне, это... РП Да, отыгровка РП вместе с друзьями Потому что для блокад это не лучший вариант И для, в принципе, погон тоже не лучший вариант Возможно, Мерседеса в этом плане будет получше Но это тоже, как посмотреть Для гона, как мы убедились, это тоже не наилучший результат А такой достаточно средненький и обычненький Поэтому я могу сделать выводы, что геймпасовых денежек не стоит И покупать его следует чисто для отыгровки РП Либо если вы фанат полицейских машин И хотите себе вот такую тачку в коллекцию Либо же просто для галочки, как делают некоторые богатые люди Поэтому, собственно говоря, Джон Кобра и не стал покупать этот геймпас Конечно же, я надеюсь, что этот ролик помог вам определиться С тем, стоит ли вам покупать геймпас или же нет Ну а с вами, конечно же, был Джон Кобра Всем спасибо за просмотр и всем пока!